Привет, мои хорошие! Снова я вот с такой вот штучкой на башке. Короче, что я хотела сказать? Сегодня офигенный день, просто лучший день! Ну, за исключением того, что отправила Вивьену на дачу со своим дедушкой, с её дедушкой, с моим отчимом. Они поехали на дачу к моей маме, потому что завтра мы со Славой улетаем вечером в Крым. А-а-а, сума-зади! Мне кажется, я там была, знаете, в далёком детстве, и то не уверена, но я думаю, что была, но вот прям в далёком, в далёком детстве, типа, когда мне было лет 9. Мы туда едем со Славой буквально на пару дней, то есть мы 25-го уже вернёмся, получается 23-го завтра мы улетаем, 25-го утра мы возвращаемся, мы едем туда с конкретной цели у вас, мы пойдём на фестиваль. Очень жду, но проблема в том, что я без понятия, в чём я поеду, какая у меня будет одежда с собой. Славина мама и его брат находятся в Севастополе, а мы будем в Судаке. Слава хочет, чтобы мы поехали в Севастополь, потому что там у него ещё много друзей, его учительница там живёт. Не знаю, насколько у нас это получится, но надеюсь, что всё получится окей, хотя там ехать вроде дофига. Сколько? Сколько? Что? А, ну вот, у нас не получится. 200 километров передаёт мне мой любимый. 200 километров ехать? Ха-ха-ха. Балкон вы видели, кстати, вот с этими вещами тоже думаю как-то разобраться, потому что тут тоже много всего того, что мы не носим. Что это за кофта, интересно? Вот сегодня я встала очень рано, в 8.45. Мне позвонил мой отчим, такой говорит, давай, Юля, через 15 минут приеду за внучкой. Ха-ха-ха. Все в моей семье уже привыкли к тому, что Вивьена моя доченька, и мама всегда говорит, иди к бабушке, Виве. Когда Виву видит, она говорит, иди к бабушке. Мы угораем над этим всей семьёй, и я очень рада, что мои родичи такие понимающие, типа, ну, знаешь, они говорят, типа, эй, псина, эй, шавка, там, собака, иди сюда. Они говорят, ты чё, ай, Вивечка, ты хочешь, хочешь? Ну как можно такой собачке сказать, эй, псина? Ещё есть один кайф дикий, что меня радует, Славин дедушка Виву называет зверюгой. Ну, типа, это же пипец как смешно, учитывая, что она такая маленькая, милая собачка, а он её называет зверюгой, и это дико ржачно. Ну, типа, она такая зверюга злая. Вот, так что, короче, Вивочка, это просто любовь наша. Я хотела вам показать, я не помню, показывала ли я вам картины, потому... А, Вася, какие вы внимательные, нет? Показывала только в сторис. Мы, короче, закрыли дырки в стене, Слава дрелью просверлил стену, и хочу сказать, что это было максимально сложно, потому что некоторые, короче, участки в стене вообще не сверлились, и потому что там, короче, какая-то арматура, как он сказал, бетонные какие-то штуки. Ну, в общем, жесть, и в итоге нам картины пришлось вот так повесить. То есть, если бы не тупые дырки в стене, которые не сверлятся, мы бы по-другому немножко повесили, но вот пришлось вот так. Вот, ну ничего, главное, что закрывают дырки, тем более я очень рада, что наконец-то у нас тут картины висят, а не фотки какие-то. Вот, я-то планировала, что и вот эта хрень закроется, но из-за того, что дырка не сверлилась, пришлось вот так. Так что вот это единственная проблема. Но самое главное, что не видно белую дырку, которая под этой картиной. Сегодня будет очень-очень крутой день, потому что, во-первых, сейчас 12.30, как только я отдала Вивочку, попрошалась с ней, сказала, ну, приятной дороги тебе, моя хорошая зайка, погуляй на даче. Я очень рада, что она едет на дачу, несмотря на то, что я безумно по ней скучаю. И она такая красивая, такая милая, еще сейчас подстрижная, вообще такая, такой нос у меня шоколадный с ума отхожу. Такая, блин, вообще смешная. Так вот, несмотря на то, что она уехала, я по ней безумно уже скучаю. Я очень рада, что она будет на даче, потому что я такая, ну, знаете, мама не эгоистка. Я понимаю, что ребенку нужно погулять, побегать, подышать свежим воздухом, поэтому я очень рада, что она на даче. И, возможно, даже мама сказала, что как только мы вернемся, она привезет ее с дачи в Москву. Но я подумаю, и, возможно, я скажу маме, чтобы она не приезжала в Москву, специально для того, чтобы Виву отвезти. И, может быть, я сама поеду на дачу к маме, потому что я сама хочу давно уже попасть на дачу к маме, посмотреть, что вообще там происходит, потому что они строят баню. И когда я была последний раз там, делали, короче, пристройку к бане. Это будет, типа, вход. Ну, в общем, когда я поеду на дачу, я вам буду все очень круто показывать, потому что вы видите, какая я вдохновленная. А не так, на отвале, буду все рассказывать, показывать, все такое. И, может быть, сама как раз-таки заберу Вену, и мы с ней потом обратно поедем в Москву. Я уговариваю Карину, говорю, поехали со мной вместе на дачу к маме, когда я вернусь. Не знаю, насколько она сможет, потому что у нее куча дел, как всегда, заморочек. Она недавно вернулась из Лондона, и у нее сейчас сестрички гостят, ее двоюродные, насколько я понимаю. Да, вот. Я, ну, конечно, тоже понимаю, что они приезжают не так часто, и хочется с ними больше времени проводить. Вот, поэтому не знаю, не уверена, поедет ли она со мной. Но если не поедет, то я одна поеду, потому что я давно хотела съездить к маме. Плюс ко всему нам нужно с мамой снять видео. Про мистические истории. Я также, конечно же, я помню то, что я вам обещала видео про права и про сны. Это все обязательно будет. Но, вот видите, у меня так резко поездочка появилась, поэтому немножечко подождем. Вот, но я вам клянусь, все это будет, обещаю, так что не переживайте. И, нет, ну, не злитесь, короче, там. Ну, уже это близкие мои. Сегодня мне будут делать ресницы. В 2.30 у меня запись. До этого нужно съездить покушать. Хотя я утром уже ходила сегодня. Взяла себе кофе. Поссан. Скушала его. А, еще сейчас я вам покажу шторы. Боже, сколько всего нового. Прошло всего два дня. И мы с вами не болтали во влогах. Обожаю влоги. Какая-то девочка написала в комментах, то, что у тебя такие скучные видео, типа, одна болтовня в видосах, ничего интересного, ну, типа, у Карины лучше. На что я и ответила, то, что многим нравятся такие видео, просто разговорные, которые можно поставить на фон, пока ты красишься, кушаешь, убираешься дома. Я понимаю, что вы ждете от меня еще другие видео, как я и сказала, мистические истории, про права, про сны, и все это обязательно будет. Сразу, как только я вернусь с Крыма, я буду все это снимать. И эта девочка меня расстроила тем, что я такая подумала, блин, может мне вообще тогда не снимать влоги пока, что раз, типа, они так часто выходят, и кого-то они раздражают. Хотя я понимаю, что это бред, потому что только одна девочка недовольна. Типа, ей неинтересно. Но если это ей неинтересно, я могу понять. Ну, типа, я же не деньги, чтобы всем нравиться. Вот, но остальным-то всем нравится. Правда, да, да? Я красилась, ну, просто замазала прыщи. Я, правда, даже не думала, что буду сегодня снимать влог. Это опять спонтанно. Почему у меня так все спонтанно получается? Сейчас взорву свой мозг. Сейчас я сижу и переписываюсь в Телеграме с Ярославом, чуваком, который сделал мою маску первую, которая так офигенно разлетелась, разошлась и всем так нравится. Сейчас я вам даже скажу статистику и даже ее покажу. Вот, смотрите, показы. Это у нас количество показов этого эффекта на экране. Офигеть, да? Да, и это, считайте, вообще сколько дней прошло, как маска вышла? Ну, можно сказать, второй день. Ну, как бы два полных дня. Почти 12 миллионов снимки. Это сколько раз использовали мой эффект, ну, маску? 171 тысяча. Не знаю, насколько, как это правильно считается, а репосты это количество раз, когда пользователи делали фото или видео с этим эффектом и делились им историей в Инстаграм. Так вот, Ярослав, который создавал мою маску, вот его страница в Инстаграме, обязательно на него подпишитесь, можете писать ему в директ, потому что он создает маски, и как вы могли уже понять по моей маске, очень качественные, классные, хорошие. Так что блогеры, начинающие блогеры, просто творческие люди или просто ребята, которые хотят свои маски, пишите ему обязательно. И он очень классный чувак, все очень адекватно понимает, все желания мои он понял, потому что я хочу вот это, вот это, вот это. И он такой, типа, да, окей, понял. И прислал мне вот такую картинку идеальную. И сейчас мы уже работаем над второй маской. И будем даже на третьей работать. Я ему уже скидываю какие-то такие шаблоны, вариантики того, что я хочу. Тоже не хочу все карты раскрывать, потому что вдруг кто-нибудь сопрет мою идею. Но не то, чтобы там, я опять же таки говорю, я не придумаю велосипед, но просто я сделаю маску такой, как я ее вижу, добавлю какие-то штучки. Возможно, это не будет вот реально что-то новое, и кто-то начнет писать то, что ой, точно такая же маска у другого человека, но она не будет точно такой же в любом случае. То есть, может быть, она будет похожа на какую-то другую маску, но абсолютно другая. Ну, как это объяснить? Ну, тяжело. То есть, у меня есть маски в Инстаграме, которые мне нравятся, но из-за каких-то деталей они меня не устраивают. Поэтому будем придумывать, будем в любом случае создавать что-то свое, эксклюзивное. Вот, это я просто к тому, что в любом случае, что бы ты ни придумала, это уже давно придумали за тебя. Это относится не только к маскам. Так что не надо агриться, если что. Так вот, по поводу того, что я рассказывала. Сегодня у меня ресницы наращивания и ламинирование бровей. Я этого безумно ждала. Два месяца, получается. Ну, нет, ладно, меньше месяц. Потому что прошло где-то два месяца после моего первого ламинирования бровей, и мне сказали, что нужно делать перерыв. То есть два месяца должен быть перерыв между первым и вторым ламинированием бровей, так же и последующими. Потому что ламинирование сушит брови, и они могут подваливаться, повыпадать. И это нехорошо, не есть хорошо, поэтому лучше делать и перерыв. Это мне неоднократно писали подписчики в инстаграм. Ну и мастер тоже сказала, что лучше делать перерыв, хотя она мне сказала, что можно вообще типа месяц. Так что вот такие пироги. Я не крашу брови сегодня, потому что в этом нет смысла, так как мне их будут ламинировать. И я очень жду, хочу показать вам эффект, какой у нас получится. Итак, я спросила у Ярослава, который делал маску, который разбирается во всех этих моментах, почему у некоторых людей маска не отображается, не остается в профиле, слетает, либо где-то в конце. И он мне написал вот что. В большинстве случаев это из-за того, что человек подписан на большое количество блогеров, у которых есть маски, и лента с масками просто перенасыщена, и порой выкидывает маску в самый конец или вообще не показывает. Поэтому вам, если вам так понравилась моя маска, вам придется сделать выбор. Либо от кого-то отписаться, либо, может быть, отпишитесь на пару дней от кого-то, чьими масками вы не хотите пользоваться, либо не пользуетесь, они там не ваши любимые, например. Останьтесь подписанными на меня, и через пару дней подпишитесь снова на того человека, например. Может быть, таким образом моя маска останется у вас в начале, а блогер, у которого другие какие-то маски, они будут где-то в конце, либо не будут у вас показаны в ленте. Вот как с моей маской происходит. Я, честно говоря, не знала, что такое вообще бывает, но это логично, потому что у меня тоже как бы много масок всяких, от одной только Лены Темниковой, их штук, блин, 20, мне кажется. Вот. И, конечно, я ими всеми не пользуюсь, мне столько нафиг не надо. Вот было бы удобно, если бы можно было реально, вот, например, если ты на кого-то подписан, и у него, например, 10 масок, выбирать только те маски, которые тебе нравятся, которыми ты пользуешься, чтобы вот такого не было с другими людьми, на которых ты подписан, например, из-за масок, грубо говоря. Поэтому тупо-тупо, так что, не знаю, попробуйте ради меня и ради того, чтобы пользоваться моей масочкой, если она вам действительно нравится. Ну, а кому пофиг, то забейте вообще. Вот. Ну, моя маска у меня, кстати, в начале, хотя, причем, она не сразу была прям в самом начале, она была где-то на пятом месте, потому что первые маски у меня вонючие от Инстаграма, которыми я не пользуюсь, меня это так раздражает. Вот маски от Инстаграма тоже, извините, нафиг мне не нужны, как их убрать? Было бы супер, потому что я ими не пользуюсь. Они у меня в самом начале вместо моей маски, как это понимать? Вот. Но из-за того, что я часто пользуюсь своей маской, она появилась, ну, там, сейчас скажу даже какой, ну, то ли третий, то ли второй стала, ну, нет, второй нет. А, третий, вот, она у меня третья. Вот, видите, моя маска третья. А, кстати, первая маска, которая у меня здесь, она не Инстаграма, она делает всякие эти фильтры из виска. Мне нравится тоже эта маска, она какого-то там чувака, на которого я, опять же таки, по-моему, подписана только из-за масок, либо даже не подписана, не знаю. Ну, ладно, суть не в этом. Сейчас чихну опять. Спасибо. Тем, кто сказал, будь здорова. В каждом влоге своем я чихаю, просто я часто чихаю, не знаю, мне нравится чихать. Так вот, боже-боже, я совсем забыла вам даже сказать столько всего. С масками закрыли тему, с ресницами все понятно, и бровями. Вчера вечером написала в магазин с натуральными волосами, Hair Shop называется, по-моему, это самый главный такой магазин с волосами у нас в Москве, ну, не знаю, где там, в других городах тоже есть, но в Москве точно есть, и, насколько мне известно, все вот салоны, ну, большинство точно, салонов по наращиванию волос закупаются волосами именно там. И я решила, короче, им прямо, напрямую написать привет. Вот, я у них узнавала по поводу париков и хвостов, потому что в прошлом влоге я сказала, что хочу себе хвост, как у Арианы Гранде. Давно мечтаю о парике, потому что это безумно удобно, ну, типа, знаете, можно не мучить свои волосы, не красить их, то есть я, грубо говоря, могу ходить со своими темными, а парик у меня будет светлый, блондинка там сняла. После ресниц и бровей мы с вами поедем в этот магазин с волосами, посмотрим вообще, что у них там еще продается в ассортименте, и, кстати, мне кажется, я уверена на 100%, что намного выгоднее купить там волосы и прийти уже в салон на наращивание, а не в салоне брать волосы. Хотя это тоже удобно, но я думаю, что все-таки есть какая-то разница в цене, но в любом случае, на самом деле, для тех, кто думает, что волосы это очень дорого, это не дешевое удовольствие, но могу сказать, что есть очень дешевые варианты, но при этом качественные. Ну, типа, как знаете, голливудское наращивание намного проще делается, там, чем капсульное, ленточное наращивание. Ну, ленточное я не очень, хотя я ни разу не делала, но мне кажется, это неудобно. А вот голливудское наращивание, которое делается на косичку, вот это мне кажется, прям супер кайф, но для тех, кто сейчас уже там написал, что лучше делать голливудское, а не капсульное, Капсульная, это прошлый век, потому что мне писали под прошлым блогом такой комментарий, что это прошлый век вообще, что-то как лохушка. Да, я лохушка с разной длиной волос, потому что мне Голливуд не подойдет из-за того, что как раз-таки разная длина волос, поэтому приходится капсулами заращивать мне виски, чтобы вот этих коротких волос тут не было. Вот такие пироги. И вчера мы со Славой вешали шторы в комнате, где мы спим, потому что у нас там были декоративные такие шторы с дырками, вы все видели, я уверена, на 100% помните, поэтому сейчас я вам покажу, как все изменилось. Та-дам! Теперь у нас тут коричневые шторы под цвет пола. Ну ладно, они прям не идентичные, но мне очень нравятся. Не забывайте о том, что мы будем менять цвет обоев, то есть тут не будет фиолетовых стен. Именно из-за фиолетовых стен мне не очень нравится сочетание, честно признаюсь, но мне нравится то, что они все-таки под цвет пола, то есть я долго думала, господи, ну какие же сюда шторы? Я считаю, что темные шторы всегда круто выглядят, и самый кайф, что они не пропускают свет, потому что, несмотря на то, что у нас есть жалюзи, когда их закрываешь, все равно свет проходит. Достаточно светло, особенно когда только утро, и светит, светят лучи солнца. В комнате светло, а мы иногда только засыпаем в это время, поэтому мы приняли решение, что нам очень давно нужны такие шторы, которые перекрывают все. Поэтому теперь кайф. Ну и, конечно же, безумно хочется поменять обои, и я уже знаю, что я хочу, но вам пока рассказывать не буду. Хочу, чтобы это было такое, типа, вау, вот что мы решили, смотрите, до и после, вот такое хочу. Не знаю, в курсе вы или нет, то, что я смотрю все ваши сообщения в директе, все читаю и всякое такое, и вот наткнулась на что-то интересное. У меня хорошая. Какая-то девочка, видимо, которая, ну, очень несчастлива в своей жизни, пишет мне такую гадость. Она отвечает на мою историю. Это я зашла в самое начало переписки с ней. Тут у меня Вивочка и такая подпись. Мое солнышко, так скучаю по своей доченьке. Бабушка и дедушка Виву присылают фотографии. Ну, вы знаете то, что, ну, мне нравится. Даже если, я же, конечно, прекрасно понимаю, что она как бы не моя дочь, там, типа, я ее не рожала, да, вот это вот все. Я понимаю, что она собака, а не человек. Но я ее настолько сильно люблю, что если бы она была моей дочкой, если бы я была ее собачьей мамой, например, либо она моим человеческим ребенком, я была бы безумно рада, потому что она замечательная собачка. И я могу понять всех людей, которые бесятся, когда вот я что-то такое говорю, то, что я очень сильно люблю свою собаку, это моя доченька, моя пусечка. Я прекрасно понимаю людей, которые на это негативно реагируют, потому что я сама раньше, до того, как у меня появилась собака, хомяк, которого нет с нами, каждый раз это повторяю, упоминаю, потому что люди до сих пор спрашивают, где хомяк. Вот, и пока у меня не появились свои животные, я всегда, когда видела у кого-то истории, либо фотки, типа, это мой любимый хомячочек, я так люблю свою собачку, мою кошечку. Я всегда думаю, боже, какие вы конченые, какие вы тупые, это же животные. То есть, я вам клянусь, я была точно такая же, но как только у меня появилась своя собака, свои животные, это такая любовь, которую ты не можешь понять, пока у тебя не появятся свои животные. Я уверена, что мои подписчики, у которых есть животные, любимые питомцы, они меня прекрасно понимают, что ты безумно любишь своего маленького пушистика. Или там не пушистика, у кого там есть и не пушистые собаки, или кошки, или там хомячки какие-нибудь. Короче, вы поняли, о чем я говорю, поэтому я понимаю, что людям это может не нравиться, но это не значит, что я должна спокойно реагировать на свою собаку, типа, ну, это моя собака, типа, бегает тут, псина моя. Нет, она мое чудо, она мое просто млечный путь, звезда моя. Так вот, и девочка отвечает, боже, какой бред, какой доченьке, эта собака вообще-то, какие бабушка и дедушка, куда мир катится вообще? И у нее, типа, башка взрывается, такие смейлики. Потом я записываю сторис, где рассказываю о том, что ко мне пришли убираться домой. Ну-ка, что тут я говорю? И да, по поводу глобальных уборок, действительно, это очень удобно вызывать клининговую компанию, потому что, конечно, я и окна могу сама помыть. Короче, вы знаете то, что иногда ко мне приходят из клининговой компании, наводят чистоту дома. Конечно, я это не делаю, там, раз в неделю, даже раз в месяц, это, там, раз в два месяца не делаю. То есть это бывает, ну, редко достаточно, но иногда по кайфу, типа, когда тебе всю хату отмыли, а ты ничего не делал в этот момент, либо занимался своими другими делами. Это приятно, когда ты такой приходишь домой, ой, все чисто, а я даже не надрывалась там, не возилась в воде несколько часов, пока все мою. Короче, вы поняли, в любом случае, типа, нет в этом ничего такого, вызвать клининговую компанию. Это наоборот кайф. Несмотря на то, что я всегда везде кричу, то, что я там люблю убираться, да, это так. Но еще я больше люблю, когда дома просто чисто, а я, например, ничего не делаю. Ну, это тоже кайф. Ну, и вот. И эта девка отвечает, да ты и так живешь сама для себя, поубирать прям не можешь, а что только старые могут убирать, а молодые немощные. Я вообще не поняла, просто какая-то неадекватная. Сегодня я выставляю сториз, на который она также отвечает. В сториз я говорю, типа, спасибо вам большое за то, что используете мою маску, мне так приятно. Я просто в шоке от того, что мой директ завален, так много видео вы присылаете с моей маской. Ну, то есть, вот такие слова радости у меня, там, благодарности, на что девка отвечает. О, боже, это самое важное в жизни. Маска в Инстаграме. Каждый день об этой маске будешь говорить. Этой девке я хочу сказать, да, пошла ты все. Ладно, я не буду каждый день об этом говорить, но у меня недавно вышла маска, и сейчас, ну, типа, это на такой волне, среди моих подписчиков, мне все присылают, пишут. Конечно, я не могу не сказать в истории, спасибо вам большое за то, что вы такие классные, активные, и то, что вам нравится, мне приятно. Почему я должна об этом умолчивать, сумасшедшая скотина? Так что пошла в жопу. Вот такой у меня стилек сегодня в костюме, который такой, типа, пипец объемный, я как этот старший, я как младший брат, который донашивает костюм за старшим. Запомните Славу вот таким. Да, запомните меня таким, у меня 4 стрижки сегодня. Покажи со всех сторон. Да, да, да. You never see me again. Все, таким вы меня никогда еще не увидите уже. Пойду постригусь и стану совсем другим человеком. Что еще расскажешь, мой милый? Ты переживаешь, я сегодня приеду? Либо у меня будет хвост накладной с настоящими волосами, либо я буду в парике. Ты не боишься, что не узнаешь меня? Я уже ничего не боюсь. Помнишь, когда я домой пришла с черными волосами? Когда я зашла в квартиру, Слава не видел меня еще. Он из комнаты крикнул, привет, зайка! А потом он такой выходит, видит меня с черными волосами и говорит, ты не моя зайка. Я это запомнила. Это было так смешно. Ладно, расскажи, какой цвет волос на моей башке тебе больше всего нравился за времена моих экспериментов? Все. Все? Да. Типа ты любишь меня любой? Не, просто все прикольно смотрятся. А какой не идет мне больше всего? Желтый. Я просто отбалды назвал цвет. Да, из тех, которые у меня были. А, да тебе все идут? Ах, ты ж мой милый. Ну, светлый идет, темный идет, чернявый, а ты тоже вообще... Балбита. Тест пройден. Какой тест? На добропорядочность. Все, чел, какао. Ты даже не поцелуешь свой принципес? Не надо паники. Пока. Пока. А мы с вами поедем делать ресницы. Вы тоже меня запомните такой. Как вкусно пахнет черт, это б***ь. Больше всего на свете, на дороге я ненавижу таксистов. Это самые тупые просто. Ну, понятно, не все. Может, кто-то из вас, кто меня смотрит в такси, работает. Но, блин, все таксисты, которых в основном встречаю я на дороге, они все тупые, наглые, охеревшие, просто тупые морды. Я их ненавижу. Ну, типа, ты его даже когда пропускаешь, он так медленно едет, что ты уже просто сам ему в жопу хочешь въехать. Настолько они тупые, медленные, вообще додики. Подрезают вечно, тормозят резко перед тобой. Больные. Короче, мне уже сделали коррекцию ресниц, ламинирование бровей. Еще мы их осветлили. Потом так вышло, что они очень сильно осветлились. Я чуть не умерла со смеху. Вот, посмотрите фотку. Это очень смешно было. Вот, в итоге потом нам пришлось их закрасить, потому что они слишком светлые получились. Так что у меня на лице немножко даже краска осталась. Это, конечно, не камель фон, лан, пофиг. Кстати, мы с Надей. Так что вот, сейчас мы прямо около Европейского. Тут слева въезд на парковку, но мы не сюда. Мы в магазин волос. Так, ну вот мы приехали в салон красоты Hair Shop. Сейчас будем выбирать баряки, смотреть хвостики, потому что у меня вот такой хвостик, сами знаете, такой себе. Я просто в шоке от того, как много здесь разных волос, челок, кстати, накладных и очень классных разных. Сейчас вам буду показывать. Так, это что? Это волосы на тресах. Как я вам рассказывала, сюда можно приехать, закупиться волосами, потом пойти себе их нарастить. Кстати, тут тоже наращивают. Это вот капсулы уже, посмотрите, какие длинные, да? Смотрите. Вот, чем мне нравится, что они сразу с переходом делают. Вот, челки, смотрите, класс, да, вообще? Блин, вот это круто. Вот, кстати, я сюда обычно наращиваю себе с переходиком. Вот тут всякие парики. Классно. Вообще, нифига, прикольно как. Так, а тут чего? Натуральные волосы. А, это ленты, смотрите, это ленты. Много, да, волос? Такие хорошие, пипец. Плотные такие, качество кайфа все. А вот капсулы уже. Как раз то, что я делаю, капсульное наращивание. Класс. Так волосы бы хотелось нарастить. Блин, скучаю, кстати, по темным. Смотрите, это, я так понимаю, для Голливуда. А это для Голливуда, да? Наращивание. А. Пряди на заколку. А, нифига себе. А где это трессы? То есть, когда я делаю линейка. Ничего себе, тут даже стразики. А хвостики где у вас? Вот эти, да? Да. Обратите внимание на этот цвет. Я думаю, что он вам шикарно подойдет. Очень подходит под ваш цвет волос. Такое у меня тоже амбре как раз будет. Класс, да. Прикольно. Давайте померяем. Так, сейчас я буду Ариан и Гран. Еще выше можем посадить, как думаете? Ага, вот тут хочется. Ариан и Гран, вы знаете? Что покорить? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И знаешь, как искусство, вот так вот, смотришь, это сдержание. Как Миша, куда-то вортик. Спасибо большое. Спасибо большое. Я вылитая Ариан Гран. Прикольно вообще. У меня никогда такой красоты не было с хвостиками. Еще, если бы вы этот губки вам на лобка свинок проделали, то сейчас у вас нет. Нифига, смотрите, как со спины вообще вылитая Ариана Гран. Мне нравится. Так идеально. У меня вообще никогда не было так идеально, чтобы волосы лежали. Ну вот, а я домой сейчас поеду. Вы что? Надо на подсессию ехать. В ресторан пойду. Все. Спасибо большое. Давайте походу, мы мастеру и наши друзья. Спасибо большое. Круто, девчонки. Так что, хотите быть тоже Арианом Гран, приходите. Вы знаете, куда приходить. Итак, ребят, уже новый день. Сегодня мы улетаем в 7.40, сейчас 2.43. Времени не очень много, но все-таки я снимаю это видео. А в поездке я не буду снимать видео, это я решила сейчас. Вот, поэтому следите за моим инстаграмом. В моих сториз все буду показывать, рассказывать, болтать с вами. Возможно, проводить трансляции. Вот, так что буду много-много снимать. Сегодня было ужасное начало дня, потому что мы должны были со Славой встать в 12.30, чтобы спокойно все собрать. Как мы хотели. Спокойно встать, все собрать с кайфом. Но в итоге утром рано до 12 начал сверлить какой-то тупорылый сосед, сука. Как же я их ненавижу. Вот почему нельзя начать сверлить попозже, ну хотя бы в 2 часа дня. Ну типа, черт, почему надо это начинать в 9 утра делать? В пятницу, в пятницу. Ужас. Ну, короче, ладно. В общем, не дал нам нормально поспать, нормально встать. Так что буду сейчас собираться очень быстро. Хочется еще успеть сегодня покушать, сходить куда-то. Но я в этом дико сомневаюсь. Поэтому мы полетели. Надеюсь, что все пройдет замечательно. Следите за моим инстаграмом. И спасибо, что смотрели это видео. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.